Наверное, самый страшный кошмар для любой женщины – это когда мужчина, которого, как ей казалось, она полностью контролирует, начинает обращать внимание на других женщин. Ну или другие женщины сами оказывают знаки внимания ему. У женщины реально сносят крышу от бешенства, когда какая-то другая баба покушается на ее законную добычу. Во-первых, потому что от нее уплывают ресурсы, а во-вторых, вы представляете, какой это для женщины удар по самолюбию. Но женщина, которая уже привыкла к определенной модели поведения, вместо того, чтобы начать общаться с мужчиной по ласкови, для того, чтобы, так сказать, подманить его пряником, начинает делать прямо противоположное. Она обычно устраивает сцены ревности, скандалы, пытается разобраться с соперницей или угрожает уходом. И тем самым она делает только хуже, и себе в том числе, потому что если она раньше просто раздражала мужчину, то после таких вещей он начинает ее ненавидеть. И если женщина не меняет свое поведение, то все это, как правило, заканчивается расставанием и разводом, а мужчина получает ее соперница. А потом женщина плачет ночами в подушку и рвет волосы на жопе, потому что до нее начинает доходить, какая же она дура, и насколько неправильно она себя повела в этой ситуации. Но тут уже, как говорится, ее поезд ушел, и ей не остается ничего другого, как отправляться на поиски нового мужчины, например, на сайты знакомств. Но таких, как она, гремык на сайтах знакомств практически каждая первая. Ведь каждая женщина когда-то была в отношениях, которые она потом сама в итоге развалила. И вот все эти бабы на сайтах знакомств ищут хоть какого-нибудь мужчину. Ни о какой любви там речи уже, конечно, не идет. Женщинам нужно, как они сами выражаются, чтобы были штаны в доме. Потому что без мужчины-то женщине плохо, точно так же, как плохо блохе без собаки, и погреться ненаком, и укусить некого.